Быть любимым и уважаемым многими людьми непросто. Особенно непросто удвижаться в этом положении всеобщего обожания долгие годы, оставаясь простым и добрым человеком. Как этого добиться? Разберемся на примере одной личности. Николай Николаевич Дроздов, ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, путешественник и популяризатор науки, профессор географического факультета МГУ. Для многих он известен как ведущий телепередачи в мире животных. Которую любили именно благодаря харизматичному ведущему. Чем же он заслужил любовь и признание миллионов? Какие особенности его поведения подкупают всех без исключения? И как вы можете использовать их, чтобы располагать людей к себе? Каких людей нам интереснее всего слушать? И при чем тут зеркальные нейроны? Обо всем этом очень скоро. Николай Дроздов не сразу пришел к своей профессии. Об этом я расскажу чуть позже. Он перебрал несколько институтов и специальностей, прежде чем нашел то, что действительно стало его призванием. Ведь точно выбрать профессию с первого раза достаточно сложно. Особенно сейчас, когда наш мир захватили цифровые технологии. Появилось море новых профессий и рынок труда в IT-сфере сходит с ума дефицита кадров. И нужны не только программисты. Особенный спрос сейчас на управленцев, продакт, проджект и HR-менеджеров. Поэтому, если вы думали над сменой профессии и карьерой в IT, рекомендую. Образовательную экосистему Geekbrains и обучение на факультетах IT-руководителей, которые помогут раскрыть ваш потенциал. На факультете продакт-менеджмента вы научитесь работать над созданием IT-продукта. И во время обучения будете руководить командой разработчиков и дизайнеров. Кстати, если идея вашего продукта будет классной и попадет тройка лучших студентов, Geekbrains дадут грант до 800 тысяч рублей на свой продукт. На факультете проект-менеджмента вы научитесь руководить проектами, ставить задачи, работать с бюджетом и командой. А в процессе обучения будете курировать реальный проект по созданию IT-продукта. На факультете HR-менеджмента научитесь хантить программистов, директоров и прочих спецов, решать вопросы мотивации и сплочения коллектива. Занятия ведут преподаватели практики из топовых компаний, поэтому будет много личных наработок и помощь на каждом этапе обучения. А постоянная практика отразится в вашем резюме, в котором будет более года стажа и реальные кейсы. И, конечно, диплом с гослицензией. Также по окончании обучения Geekbrains гарантирует трудоустройство. Для подписчиков моего канала действует скидка 60% на факультеты IT-руководителей, поэтому не упустите шанс изменить жизнь, а вместе с ней и профессию. Ссылочка уже в описании. Переходите и начните делать первые шаги в будущее. Помните телепередачу «В мире животных»? Эта передача воспитала несколько поколений любителей природы и полюбили ее во многом благодаря личности Николая Дроздова. Менялись поколения, люди у власти и даже государственный строй, но программа существует до сих пор. А музыка и кадры на заставке вызывают у многих ностальгию. Под выпусками передачи на Ютубе можно прочесть комментарии благодарности Николаю Дроздову. Начнем по порядку. С формирования личности Николая Николаевича. Чуть позже вы поймете, почему это важно. Можно сказать, что его путь был в некотором роде предопределен. Его отец и мать были связаны с наукой. Именно родители привили ему любовь к природе. По словам Николая, он уже с шести лет был прекрасным наездником. Школьником он подрабатывал табунчиком конного завода, а в свободное время посещал биологический кружок. На пути Николая после окончания школы было много метаний. Сначала он учился в МГУ на биологическом, затем оставил институт, потом опять вернулся к учебе, но уже на естественном факультете педагогического института. Потом он вновь переводится в МГУ, но уже на географический факультет и защищает там кандидатскую диссертацию, параллельно работая преподавателем на кафедре. Так методом проб и ошибок Николай Николаевич получил академическое образование по главной страсти в своей жизни – биологии. С чего началась карьера Николая Дроздова на телевидении? В 1968 году он практически случайно попал в популярную телепередачу «В мире животных». На съемки позвали профессора Александра Чельцова, но тот был занят и послал вместо себя своего ученика Дроздова. Умный, но при этом не занудный Дроздов настолько понравился зрителям, что в 1977 году его пригласили на телепередачу с ведущим, а в 1990 он стал единственным ведущим программы. Как же биолог и любитель животных заслужил такую любовь и признание миллионов телезрителей разных возрастов? Какие особенности его поведения подкупают всех без исключения и как их можно использовать, чтобы расположить к себе аудиторию? Давайте разберемся. Во-первых, это особенный разговорный стиль. Те, кто когда-либо смотрел передачу «В мире животных», в первую очередь обращал внимание на то, как по-особенному говорит Николай Дроздов. В его речи присутствует лекторский тон, как будто он находится в аудитории и читает лекцию своим студентам. Он четко проговаривает слова, делает паузы между частями фразы, особенно если там встречаются научные термины, чтобы информация лучше воспринималась на слух. Но если вы присмотритесь к нему, они асимметричные. Здесь асимметричные. Это говорит о том, что это растение довольно долго уже живет на нашей планете. Казалось бы, такая особенность речи должна, наоборот, усыплять зрителей и заставлять их скучать. Однако Николай Николаевич делает то, на что способен далеко не каждый профессор. Он оживляет свою речь оценочными прилагателями, часто что-то восклицает, не стесняется использовать междометия, выражает свое восхищение тем или иным явлением живой природы, фразами очень хорошей, очаровательной, замечательной и другими. Посмотрите сами. Вот этот великолепный цветочек, когда наступает ночь, он складывается, закрывается. Он использует красочные метафоры и сравнения, позволяющие ярко и живо представить то, о чем он говорит. Посмотрите, задняя часть тела тяжелая, а передняя часть как лосо. Она бросает переднюю часть за своей добычей, схватывает острыми зубами. Это вот самец красавчик, красавчик. У него подруга леди. Нарядный. Ну кто с этим будет спорить? Еноты их ловят сейчас, знаете как? Хватают ее, переворачивают на спину вот так вот. И как из тарелочки все выедает. Он ее выедает такие. Любопытство и наблюдательность помогли Николаю Николаевичу так глубоко погрузиться в мир животных и изучить их повадки, что он даже научился передавать всеми вербальными и невербальными средствами. Например, он блестяще озвучил и ленивца в русской версии мультфильма «Зверополис». Большая честь для меня и радость. Николай Николаевич обладает прекрасной способностью заражать своим интересом окружающих людей. Давайте посмотрим, как он говорит о таком, казалось бы, обычном комнатном растении, как радиола розовая. У меня в руках вот этот очаровательный маленький такой цветочек называется радиола розовая. А еще в народе он называется золотой корень. Настолько ценный, что называется золотой. Очень хороший. Заметили, с каким восторгом Дроздов рассказывает о растении. Он будто восхищается таким чудом природы и не может поверить, что подобное существует на самом деле. Эта восхищенная интонация, которую невозможно сыграть или поделать, одна из ключевых особенностей речи Николая Дроздова. И один из секретов его популярности, как рассказчика и ведущего. Здравствуйте, дорогие друзья. Мир Варкрафта – это не только славные герои, древние боги и симпатичные мурлоки. В нем живут и самые удивительные представители местной фанаты. Как это работает, спросите вы. Неужели достаточно одного восхищения, чтобы захватить внимание большого количества людей? Давайте с этим разберемся. Замечали ли вы, что нам намного интереснее слушать человека, который захлеб и с искренним восторгом рассказывает о чем-то не самом интересном? Чем человека, который повествует о крутом хобби, но при этом без восхищения, а с каким-то холодным отстранением, как я иногда могу. Почему так происходит? Ведь по логике все должно быть наоборот. На самом деле, в нашем мозгу существует такой феномен, как зеркальные нейроны, который отвечает за эмпатию между людьми. Именно они позволяют нам прочувствовать боль, горе, а также радость и восхищение другого человека. Мы как бы отзеркаливаем человека, примеряя его эмоции на себе. Исходя из этого, когда мы слушаем человека, искренне увлеченного своим занятием, мы как бы встаем на его место и испытываем часть тех же эмоций, что и сам рассказчик. Но поделать или сыграть искреннее восхищение практически невозможно. Может и не осознанно, но подсознательно люди будут чувствовать фальшь за хвалебными речами и не смогут отождествить тебя с таким человеком. Но вернемся к Николаю Дроздову. Исходя из его биографии, о которой мы рассказали ранее, можно смело позиционировать его как человека, который искренне увлечен биологией и зоологией. Выбор такой деятельности явно основан не на престиже или заработке, а на искренней заинтересованности и любопытстве. Эта увлеченность плюс обширные академические знания делают речь Николая Дроздова убедительной и увлекательной до такой степени, что после его передачи многие зрители заинтересовались зоологией. Подведем итог. Если вы действительно увлечены какой-то темой, у вас горят глаза и вы рассказываете об этом в захлеб и не можете остановиться, то вам довольно легко будет увлечь своим рассказом других людей. Однако, здесь следует соблюдать осторожность и не впадать в фанатизм. Важно просто делиться какой-либо информацией, которая кажется вам удивительной и интересной, а не навязывать ее другим людям. Иначе большинство людей сразу почувствуют, что здесь что-то не так и просто прекратят разговор. Вторая яркая черта, позволяющая Николаю Дроздову располагать людей к себе – его искренняя улыбка. Широкая улыбка, живая и ненатянутая, очень располагает людей. Для примера возьмем один эпизод из «Передачи Мири животных». Гость программы – фотограф, который занимается съемкой диких животных. Видно, что он напряжен и взволнован. Но как только Николай Николаевич обращается со своей улыбкой к нему, на лице фотографа появляется ответная невольная улыбка. Вот фотограф Николай Сергеевич Зиновьев. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Дальше фотограф заметно расслабляется и уже спокойно ведет свой рассказ. Улыбка Николая Дроздова – это его фирменный знак. Хотя он нередко говорит о неприятных вещах, но всегда на его лице сияет эта улыбка. И эта незащитная реакция от неприятных воспоминаний – это улыбка, свидетельствующая, что он спокойно выдерживает все жизненные трудности. Еще одна очаровательная черта поведения Николая Дроздова – это его непосредственность. Несмотря на академический вес и уже преклонный возраст, Николай Николаевич подчас ведет себя не как серьезный состоявшийся человек, а как ребенок. Ну давай поговорим немножко. О-о-о-о-о, вот так вот, ты молодец. Давайте рассмотрим его поведение на примере передачи «Вечерний Ургант» 2018 года, куда ведущий был приглашен в качестве гостя. Обратите внимание, как он ведет себя в самом начале. Николаевич Дроздов, ну пожалуйста. За кулисами он в шуточной манере изображает футболиста, пинающего мяч, а затем выходит в студию, забавно пританцовывая под музыку. Он не боится показаться смешным или нелепым. Видно, что он получает удовольствие от происходящего. После того, как он садится на диванчик и пьет воду, он скручивает забавную рожицу. Если бы это сделал кто-то другой, такое поведение могло бы выглядеть странным и нелепым, но Николай Дроздов делает это так естественно, словно по-другому он повести себя просто не мог. Как я уже отметил, Дроздов часто сопровождает речь активной жестикуляцией и мимикой, смехом, которую он не старается сдерживать. Знаменитый ученый не скрывает эмоций, которые возникают у него здесь и сейчас, как это часто делают взрослые люди. Он часто расширяет глаза, как будто удивляется чему-то совершенно по-детски. Он хлопает в ладоши и улыбается, когда ему по-настоящему весело. Радостно вскакивает, готовый бежать и прыгать. Так и на передаче Лены Малышевой он показал удивительную подвижность и выносливость своего тела. И это при его-то годах. На момент съемки программы ему уже было 80 лет. Согласитесь, такое поведение мало похоже на поведение взрослого человека, профессора. Но именно эта непосредственность заставляет нас доверять Дроздову. Ведь какой-то частью нашего сознания он воспринимается как ребенок, а ребенок не может врать, притворяться, пытаться извлечь свою выгоду. Еще одна составляющая образа Николая Дроздова – юмор и самоирония. Он часто шутит, искренне улыбается и не против посмеяться над собой. Значит, я говорю, четыре богатыря и доходяга в середине. Такая поговорка про меня – мудрость приходит с возрастом. Ну, иногда возраст приходит один. Очень часто Николай Николаевич сравнивает человеческие отношения с поведением животных, чем тоже создает некую комичность. Вот, например, как он написал свое ухаживание за супругой. Как обычно паук там, помните, с людьми делает предложение, приносит какой-то свадебный подарок. Он ловит муху, оборачивает ее, подходит к самке. Пока она съедает эту муху, он на степь спаривается и убегает. Как у вас было! Несмотря на свой возраст, а Николаю Дроздову уже 83 года, он продолжает популяризировать науку и вести активный и здоровый образ жизни. Он не пьет алкоголь, не курит, не употребляет мясо, занимается йогой, скандинавской ходьбой и живет в гармонии с природой. Сейчас я стал ходить в скандинавский палку. Да. Ой, как это здорово! Когда Николай Николаевич участвовал в реалити-шоу «Последний герой», он каждую ночь покидал своих коллег, уходил в лес и там спал. Как он сам утверждает, он просто следовал законам природы. И вы, как старый зубр, уходили в лес? Конечно же. Я слышу, там начинаются рис, там шутки. Баловство такое. Я в шоку с ними лежать там баловаться? Ни в коем случае. Сейчас Дроздов уже не ведет знаменитую передачу, а работает профессором-биогеографом в МГУ имени Ломоносова и продолжает помогать советам нынешнему ведущему передачи. Дроздов имеет множество наград, в частности, несколько премий ЮНЕСКО. Его деятельность и значимость признаны не только в России, но и за рубежом. Он состоит в различных научных сообществах, принят в Нью-Йоркскую Академию Наук. Этот человек, увлеченный делом всей своей жизни, профессионал и просто живой и здравомыслящий человек. Он вполне открыт для экспериментов и всего нового. Его вряд ли можно представить ворчащим на современное поколение. Поехали! Ну, неужели Николай Дроздов всегда такой веселый и позитивный? Интересно посмотреть, как он реагирует на острые вопросы, когда отшутиться не получается. Есть ли что-то, что он скрывает? Например, здесь ему задают вопросы о его взрослой дочери, которая не работает, и он на свою пенсию и скромную зарплату профессора обеспечивает ее и внуков. А Лена сама не работает? Она не может, но я понимаю ее, потому что с утра, значит, одного отвезти. Драм, кружок, кружок, по фото мне еще и петь. Николай Николаевич, Лена не работает, потому что... А когда она будет работать? Она не может. Ведущий активно провоцирует его, стремится сделать акцент на неправоте его дочери в этой ситуации. Но Николай Николаевич пытается уйти от темы, сгладить углы, делая акцент на то, как дочке тяжело расти детей. А как другие? А кто другие? Я. Ну, другие, у которых дети. Ну, там мужья, наверное, которые рядом и хорошо зарабатывают. Видно, что он готов на все ради своей дочери и внуков. При этом он максимально корректно и сдержанно говорит обо всей этой ситуации, сглаживая углы. Хотя видно, что в душе все это его очень расстраивает. Я не вмешиваюсь в ее бюджетные дела. Мне просто она говорит, вот нужно то-то. Она говорит, ну, откуда? Вот давай-то поскребем по шинсекам. Он поддерживает и других своих детей. И кажется, ему и вовсе ничего не надо для себя, лишь бы у семьи было все хорошо. Несмотря на материальные сложности, он сохраняет свой позитив и жизнерадостность. В конце передачи «Секретный миллион» ему предложили выдать имя женщины, с которой у него были отношения 20 лет назад, о которых никто не знал, чтобы заработать миллион рублей. Давайте посмотрим, как он отреагирует. Погоня за миллионом, выдан человека. Этим самым я никому радость не доставлю. Этому человеку достать такое огорчение. Извините меня, те, кому я мог бы помочь этим миллионам. Но, знаете, такой миллион не будет даже и в помощь-то людям. Конечно, подобные передачи – это шоу, они построены так, чтобы привлекать наше внимание, копаясь в грязном белье, поднимая самые неприятные темы. Но Николай Дороздов и это испытание проходит блестяще, так что люди в комментариях только восхищаются его добротой и душевностью. Что же он все-таки скрывает? Да ничего. Иногда не нужно искать подвох, и бывают действительно добрые и искренние люди, которым движет не эгоизм и расчет, а любовь к своему делу, своей семье и к жизни. А теперь давайте подведем итог. Что нужно, чтобы очаровать большую аудиторию? Чему может нас научить Николай Дороздов? Да, во-первых, быть искренне увлеченным своей тематикой, чтобы людям, которые вас слушают, захотелось узнать об этом побольше, а может и заняться этим. Во-вторых, улыбаться от души. Конечно, вы можете создать серьезный образ, чтобы поддерживать репутацию крутого эксперта, но чтобы стать действительно востребованным, важно создать эмоциональную связь с людьми. Третьих, быть хоть немного непосредственным, чтобы вызвать доверие у слушателей или зрителей. Не бойтесь иногда подурачиться или выглядеть глупо. Помните, что самые страшные ошибки в мире совершаются именно с серьезным выражением лица. В-четвертых, не бояться иронизировать, над собой шутить. Даже если вы говорите о суперсерьезных вещах, как я, немного юмора не помешает, чтобы вызвать положительные эмоции у собеседника, которые распространяются не только на шутку, но и на вас самих. Я тоже прислушаюсь к этим советам. Надеюсь, что информация, которую вы почерпнули из данного видео, вам пригодится. И, надеюсь, вам понравился такой формат и разбор данной личности. Поэтому наблюдайте за людьми и животными. Не оставайтесь в дураках и будьте на шаг впереди. Скоро увидимся. Зато теперь, после моих напутствий, вы сами сможете смело пойти в темные земли и исследовать каждый уголок любой из пяти новых зон. Бастион, Маудраксус, Арденбель, Ревендред и Утроба ждут вас и ваших коллег-натуралистов. Делитесь своими наблюдениями и приобретайте бесценный опыт. Темные земли зовут.